Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжёлое решение, без всяких сомнений. В чём дело? Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами, ну чего греха таить, они же не скрывают это. Прямо сказали, что затратили на это 5 миллиардов долларов. Пирожки там горячие раздавали на Майдане и так далее. А потом, вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля, даже если это так называемые эксцесс-исполнители, есть такое юридическое понятие, то есть планировали одно, сделали другое, всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло. Тем более, что накануне этого госпереворота приехали три министра иностранных дел в Киев в 2014 году и подписали с действующей властью тогда соглашение и выступили в качестве гарантов этих договорённостей о том, что ситуация будет развиваться в политическом русле. Нет, ничего подобного. Совершили госпереворот, поддержали тех, кто совершил госпереворот. А затем последовали известные события, связанные с Крымом и с Юго-Востоком Украины, с Донбассом, где люди не поддержали этот переворот. Крым, как известно, принял решение, люди пришли на референдум и проголосовали вернуться в состав Российской Федерации. И, естественно, мы не могли этого не поддержать, тем более, что они подвергались опасности со стороны националистов и неофашистов. Я сейчас скажу, что есть полное подтверждение тому, что они тогда были правы. А потом начались события, или параллельно практически на Донбассе. К чему это привело? Люди, которые, по сути, начали сопротивляться такому развитию событий, начали подвергаться преследованию. И на этой территории киевские власти начали проводить военные операции. Провели две крупномасштабных карательных военных операции с применением тяжёлой техники, авиации боевой. Прямо били по Донецку. Прямо по площадям глупили сверху. Танки, авиации и так далее. Обе эти компании военные оказались провальными. Они потерпели поражение. После этого возникли так называемые «Минские соглашения» или «Комплекс мер», как его официально называют, который показал путь мирного разрешения этого конфликта. И мы старались, делали всё для того, чтобы пустить на развитие событий именно по этому руслу, для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и защитить интересы людей, которые на этих территориях живут. А чего они требовали? Элементарных вещей. Право говорить на родном, в данном случае на русском, для них языке. Жить в рамках своих традиций и своей культуры. Ничего особенного не было. Но ничего особенного нет. Организовали блокаду этих территорий. Отключили их от банковской системы, от продовольственного снабжения, от выплат пенсии, пособий и так далее. Там подачи какие-то подбрасывали. И то, для того, чтобы получать эти пособия и пенсии, надо было проходить линию разграничений. Послушайте. Вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жёстко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло. Тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе бродящие собаки набрасываются на людей, ранят. Даже есть и летальные случаи. А потом, это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься. А потом мы видим, когда начинают травить этих животных, убивать их, расстреливать. Послушайте, но люди на Донбассе – это не бродящие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Ну что, особенно нетерпимо. Это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает, этого не замечает. Все эти годы, ну послушайте, 8 лет. 8 лет. Более того, в последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять публично о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Но они же говорят об этом прямо с экранов телевизора в интернете. Везде, публично говорят. Не нравится, не будем. При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорит, чёрное. А на чёрное, говорят, белое. В последнее время ещё хуже. Вдруг заговорили о том, что собираются ещё, то есть говорят уже давно, но начали всё активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести или может привести ещё до сих пор? Если это страна НАТО в соответствии с договором об образовании этой организации, все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта. Крым российским, кроме нас с вами, никто не признаёт. Значит, они проводят военные операции на Донбассе, также полюдут в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО, со всей организацией НАТО. Это что такое? Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятны. Значит, теперь заговорили о том, чтобы приобрести ядерный статус, то есть приобрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей. Тем более, что…